Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу приветствовать вас прекрасным приветствием всех христиан. Христос воскрес! Мы очень рады тому, что Господь нас настолько милует и благословляет. И вот закончился 24-й учебный год в Запорожской библейской семинарии. И как-то непривычно для нас вот это слово-сочетание, потому что, когда я пришел учиться, я пришел учиться в Запорожский библейский колледж. Со временем нам нужно было привыкнуть к тому, что мы являемся Запорожским библейским колледжем и семинарией. И вот уже целый год, по Божьей милости, мы говорим, что мы Запорожская библейская семинария, или, как украинскую мову, Запорийская библийная семинария. И мы благодарны Богу, что Бог настолько благ нам, что за это время Он нас миловал, благословлял, никогда не отнимал своей благодейщей руки. Всегда Он вел нас, показывал нам, где нам нужно более и более учиться, показывал нам милости свои, давал нам минуты радости, минуты раздумья. И вот сегодня мы здесь, на этом торжественном богослужении, или мы говорим торжественной церемонии, посвященной выпуску Запорожской библейской семинарии 2018. Вы видите, за мной очень мало людей, практически никого. Поэтому мы будем с вами встречать тех, ради кого мы сегодня собрались, ради кого мы сегодня здесь находимся, чтобы вместе в этом служении, в этом общении поблагодарить Господа, прославить Господа и попросить Его благословений. Поэтому мы встречаем выпускников, мы встречаем наших преподавателей, мы встречаем Совет Попечителей в нашей Запорожской библейской семинарии. И торжественную академическую церемонию возглавит председатель Совета Попечителей доктор Марк Маке. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Друзья, дорогие, я, идя сюда, вспомнил стих ДимаTorzok 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 Аминь Аминь Присаживайтесь, дорогие друзья Я хочу пригласить для приветственного слова к нам и к выпускникам ДимаTorzok 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 Дорогие друзья, братья и сестры Все, кто пришли разделить с нами эту особую радость Окончание учебного года Выпуск наших братьев и сестер, которые закончили учебу Мы рады всех приветствовать вас Мы рады, что сегодня с нами находятся члены нашего попечительского совета И мы рады приветствовать брата, который только начал это служение Александра Волкова Вот в составе попечительского совета Запорожской библейской семинарии Но особо мы сегодня рады приветствовать и, понятно, сотрудников и преподавателей нашего учебного заведения Но основное внимание сегодня к выпускникам, к студентам нашим Тех, кто прошли курс обучения 2-3-4 года И сегодня будут получать дипломы И мы поздравляем их с этим особым событием в их жизни Вы знаете, каждый выпускной он по-своему особенный Мы заканчиваем 24-й учебный год Это 23-й по счету выпускной И каждый выпускной он чем-то отличается Ну, как, допустим, в прошлом году мы подчеркивали, что Вот впервые в нашей истории мы выпускали студентов с магистровской формы обучения В этом году этот выпускной особенный тем, что помимо того, что студенты получат Вот те степени, которые они получили в процессе учебы, защитили свои дипломные проекты Но мы также сегодня рады, что один из наших сотрудников Для него это тоже выпускной Наш академический декан Владимир Иванович Жарбенко Тоже для него это как выпускной Он защитил докторскую степень здесь в Украине И уже как доктор продолжает свое служение в нашем учебном заведении Это важно, это в том, что мы развиваемся, мы растем И я благодарен всем, кто молится за наше служение Я благодарен всех, кто поддерживает наше служение Запорожьевский библейский семинарий Все эти многие годы и то, что у нас существует Это действительно великое Божие чудо в нашей области И вот как пожелание, во-первых, для выпускников и для всех нас Один стих из Священного Писания Это послание к филиппийцам Первая глава, 27 стих Только живите достойно благословения Христова Чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду Слышите вас, что вы стоите в одном духе Подвязаясь ненадушно за веру евангельскую И вот такое короткое пожелание выпускникам Учеба, это подготовка к служению, как мы это понимаем И зачем мы совершаем это служение Теперь вы вступаете в самостоятельную жизнь И наше пожелание, наша молитва сегодня Чтобы, во-первых, вы жили достойно того звания Которое мы получили в Иисусе Христе Чтобы вы были, во-первых, христианами Людьми, боящимися Бога Людьми, служащими Богу И второе, естественно, мы желаем, чтобы те знания Которые вы получили в процессе учебы Вы их применили в активном служении В той поместной церкви, где Господь вас поставит Вот то служение, в которое Он верит В церкви нет служения, большого или маленького Любое служение, которое совершается для Господа Оно важно, оно ответственно, оно почетно И сам Господь вознаградит за искренность И верность к служению Ему Ну и также наше пожелание, чтобы Оставляя стены учебного заведения Чтобы вы не забыли нас Чтобы вы писали нам, приезжали к нам Молились о нас, поддерживали к нам Что вот теперь мы будем смотреть на вас И или вы будете радовать нас Или, возможно, будете горчать Зависимо от того, как вы будете вести Вашу жизнь и ваше служение Поэтому пусть Господь благословит вас И пусть Господь поможет вам Совершить то дело, в которое Он верил До встречи с Ним Аминь Друзья дорогие, Господь благословлял нас Мы уже много раз говорим об этом Но это для нас ценно Потому что Божьи благословения Не обогащают и печали с собой не приносят И действительно, для христианина Очень важно осознавать и понимать Что Христос в его жизни – это все И поэтому следующая песня, которая будет звучать Она называется «О житя мое Христос» «О житя мое Христос» Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Но мы не об этом, друзья, другие особенные периоды, когда человек родился, и, о, учеба. Детство – это учеба. Юность – это учеба. И надо сказать, что даже и старость – это все-таки еще учеба. Мы всю жизнь учимся. Есть особые периоды, когда мы поступаем специально, школы, учебные заведения различные. Мы очень благодарны Богу за то, что в нашей стране мы имеем возможность духовного, такого образовательного центра нашего, где могут, оторвавшись, два, три, а то и больше лет, посвятить учебе, 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 учебе. И это труд. Это очень напряженный труд. Преподаватели, которые преподают – это тоже труд. Хотя первые учителя и самые важные учителя в нашей жизни – это родители, это мамы, папы, бабушки, дедушки. Самые основные знания именно они закладывают, они дают. Друзья, я хотел бы сегодня пожелание сказать всем, всем, всем. Это касается не только лишь выпускников, это касается всех нас, это касается преподавателей, всех-всех-всех, и пресвятеров, и диаконов, и просто нас, причастных к Церкви Господней. И есть самое высокое учебное заведение. И есть возможность всем туда поступить, всем там обучаться. Об этом сказано Христос 23 глава Иоанна Матфея, стих 8. Христос сказал такие слова. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос. Все же вы – братья. Друзья, дорогие, это настолько высокая школа, настолько великие преподаватели, и особенно один преподаватель – Иисус Христос, что в сравнении с Ним, Христос говорит, не называйте всех остальных учителями, что у вас один учитель. Друзья, дорогие, и туда есть возможность всем поступить. Туда есть возможность всем обучаться. И нам надо обучаться. Друзья, мы никогда не достигнем познания истины, если нашим преподавателем не станет Иисус Христос. Он хочет учить нас и днем, и ночью. Он хочет учить постоянно. Он хочет учить нас тогда, когда мы в церкви. Особенно Он хочет учить, когда мы Библию открываем. Друзья, дорогие, у Него столько уроков. И у Него не только теория, у Него практика. Он хочет научить нас жить по тому учению, по той истине, по тем принципам, по тем правилам небесного царства, небесной жизни. Друзья, дорогие, я почему об этом сегодня говорю? Потому что сегодня очень много людей, которые обучаются. Они что-то заканчивают. Они получают какие-то дипломы, удостоверения, сертификаты. Но, друзья, дорогие, я дай Бог, чтобы не о нас это было сказано, но эти страшные слова, всегда учащиеся и никогда не могущие дойти до познания истины. Если Иисус Христос, не учитель, наставник, а вы помните, чтобы поступить в школу из-за Христа, есть очень серьезный тест. Есть очень серьезные, вот, то, что необходимо. Сказать, отвергни себя. Это самое серьезное препятствие для поступления в эту школу. Поэтому мое пожелание, друзья, дорогие, пусть Бог благословит вас, пусть Бог благословит наших преподавателей, чтобы они были бы в этой школе, чтобы они преуспевали бы в этой науке, чтобы они могли бы постигать уроки от самого Господа нашего Иисуса Христа. Друзья, дорогие, сегодня так не хватает людей с этим образованием, с этими знаниями. Их не хватает в церкви, их не хватает вот в любом деле, где сопряжено с распространением Царствия Божьего на земле. Они так необходимы в наших семинариях, в колледжах, в духовных учебных, люди, которых учится Господь Иисус Христос. Это мое пожелание всем, друзья, нам. Аминь. Дорогие друзья, у меня есть вопрос к вам. Где бы вы хотели провести больше времени? Там, где хорошо или там, где плохо? Где хорошо. Знаете, поистину, человеку там, где хорошо, приятно, комфортно, он бы там проводил много и много и много времени, не хотелось бы уходить ему оттуда. Но приходят времена, когда нужно менять места, когда необходимо менять обстановку. И много песен сложено на вот эту тему, и они воспринимаются иногда с такой печалью, что нужно расставаться. И сейчас друзья будут петь песню. «Приемни хвилины, так швидко мынають». Студенты, а выпускники особо чувствуют сейчас это состояние, проведя два года, три года, кто-то четыре года в общении, в учении, в свободном общении. И, конечно же, они с таким переживанием подходят к тому, что сейчас вот еще полтора часа, 30 минут, и нужно будет возвращаться. Для кого-то это много времени неизвестности, для кого-то это много вопросов, которые необходимо решать. Поэтому мы плакать не будем, но мы будем осознавать, что «Приемни хвилины, так швидко мынають». «Приемни хвилины, так швидко мынають», «И не повернуть нам в спільность и мить». «И теплые прощания слова, сказать, что уже пришла пора, у каждого будет дорога своя. «Приемни хвилины, так швидко мынать, так швидко мынать, так швидко мынать». «Приемни хвилины, так швидко мынать, так швидко мынать». «Приемни хвилины, так швидко мынать, так швидко мынать». «Приемни хвилины, так швидко мынать, и не повернуть нам в спільность и мить». «Якщо не застринемось тут, ми вірим, хвилини прийдуть, до неба дороги усіх приведуть». «Приемни хвилины, так швидко мынать, так швидко мынать». «Приемни хвилины, так швидко мынать, так швидко мынать». «Будуть застричи нови». Дорогие друзья, следующего брата, которого бы я хотел пригласить, он на практике знает, что такое «встречать» и что такое «говорить до свидания». И в нашем контексте, в контексте Запорожско-библейской семинарии, это уже 24-й год, и я хотел бы пригласить со словом напутствие председателя Совета попечителей Запорожско-библейской семинарии доктора Марка Маки. «Прежде всего, мне хотелось бы, конечно, поздравить наших дорогих выпускников, но поздравить также и тех, которые намерены продолжить свою учебу. И хочу поздравить также и приветствовать всех тех, кто пришел сегодня для того, чтобы поздравить наших выпускников, наших студентов. Когда я вспоминаю все эти годы, которые уже позади, то я вижу, что сейчас происходит очень много перемен. Но при этом Господь постоянно о нас заботился, чтобы мы могли продолжать работу. И кто бы мог подумать в самом начале, что мы здесь пробудем минимум 24 года? Я сегодня утром подумал о том, что хорошо было бы прочитать что-то из послания апостола Павла, в частности, из 2-го послания к Тимофею. Там буквально вот в сжатом пространстве находится очень много важнейших истин. Я думаю, мы прочитаем сейчас 5 стихов из 4-й главы 2-го послания к Тимофею. А потом я предложу вам подумать над некоторыми вопросами. 2-ое послание к Тимофею, 4-я глава, 1-е, 5 стихов. Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело Благовестника, исполняй служение Твое». На основании прочитанного отрывка, а также и всей этой главы, мне хотелось бы задать несколько вопросов, ответы на которые мы, безусловно, находим в тексте Писания. «Кто вы?» Каждый из нас должен задуматься над этим вопросом. Апостол Павел адресует это послание своему ученику, Тимофею. Надо сказать, что он передал ему не только учение, но и авторитет, некую власть в церкви. Он называет его «дорогим и возлюбленным братом». В каждом своем послании апостол Павел снова и снова приветствует тех, кто твердо стоит в вере. И иногда он обращается к ним, называя их святыми. Это как раз и есть ответ на этот вопрос, кто мы. Мы и есть святые, мы должны быть такими. Последователи Иисуса Христа. И многие из нас посвятили всю свою жизнь Иисусу Христу. Затем логично следует следующий вопрос. Хорошо, мы верующие, но что же мы должны делать? Во втором стихе перечислены множество вещей. Мы должны проповедовать Слово. Когда нам это удобно и даже когда неудобно, мы должны продолжать верно это делать. Потом дальше некоторые вещи, которые звучат несколько сложнее для выполнения. Обличай, запрещай, увещевай. И все это необходимо делать с долготерпением и добротой. Почему же мы должны это делать? Почему нам следует приобретать души для Христа? Дальше мы читаем, что будет время, когда люди перестанут принимать здравое учение, то есть Евангелие Иисуса Христа. Даже сегодня уже значительно тяжелее проповедовать, благовествовать Иисуса Христа по сравнению с тем, как это было, когда мы только приехали сюда. Я очень хорошо помню то время, когда мы приехали и на улицу, могли подойти к любому прохожему и спросить, можем ли мы рассказать вам, во что мы верим, основы христианской веры. И люди отвечали, обычно отвечали, да, расскажите, потому что нам лгали всю нашу сознательную жизнь. Я помню, уже вспоминали вот недавно братья те крещения, которые проходили буквально вот 20-25 лет назад. Возможно, многие из вас пришли и обратились к Иисусу Христу именно в те годы. Люди посвящали свою жизнь Иисусу Христу. И как раз к такому служению мы и готовимся, когда приходим на обучение в библейскую семинарию, посвятить свою жизнь Христу и уметь благовествовать Его. Мы понимаем, что сегодня существует очень много различных учебных заведений, где слишком мало говорят об Иисусе Христе. А множество учебных заведений открыто учат тому, что христиане заблуждаются. И написано, мы читаем это вместе с вами, что по своим прихотям люди будут избирать себе учителей и будут верить в самые разнообразные басни. И дальше несколько вещей, важных перечисленных в пятом стихе. Написано, будь бдителен во всем. Ты должен внимателен быть к тому, что происходит вокруг тебя. Также речь идет дальше о более серьезных вещах. Писание призывает нас, чтобы мы переносили скорби. И при этом мы не прекращали совершать дело благовестника. Если вы приняли Иисуса Христа Господом, то об этом следует рассказывать окружающим людям. Написано, что мы наилучшим образом должны исполнять свое служение. Итак, поздравления нашим выпускникам, нашим студентам, также Совету Попечителей и всем нашим дорогим гостям. Мое желание состоит в том, чтобы каждый из нас в полной мере посвятил всю свою жизнь служению Иисусу Христу. Когда Господь призвал нас и когда мы ответили на Его призыв, то я думаю, что каждый из нас получил особую радость служения Ему, жизни с Ним. Поэтому мы будем с вами все вместе петь для славы Божьей, провозглашая о том, что радостью Христи я знайшов. Будем петь стоя. Данис Тюм Христи я знайшов, и в Моей життя и славы, полы я до Него вошел. С того часу Батькови мій, с того часу я Ему Син, и Рафин, что Вин принял мене до святых в Країн, чтобы Его я там прославлял, я принесла в Него все зло. Він добрали сердце мое, все и в Него святых и в Него И я там прославлял, и теперь родил себе, что меня Денький Батько знайшов, И подав прощенья мені, коли я до Його прийшов, знову чувствую я Его сил, И родил, что Он принял меня до святых краев, чтоб Его я так прославлял, Знову чувствую я Его сил, и родил, что Он принял меня до святых краев, чтоб Его я так прославлял. Ну, друзья, дорогие, если вы заметили, то у нас и русский язык звучит, и украинский язык звучит, и английский язык звучит. Друзья, дорогие, слава Богу, что Господь нас объединил в Себе, всех соединил в одно и назвал своими детьми. Мы очень рады сегодня присутствию нашего брата, который также очень много делает для того, чтобы мы воодушевлялись тому, что служить Богу – это радость, служить Богу – это привилегия, служить Богу – это наше с вами призвание. Я хотел бы для слова напутствия пригласить директора в Европейской христианской миссии доктора Винсента Прайса. Пожалуйста. Хорошая новость состоит в том, что я сегодня последний выступающий. Но плохая новость заключается в том, что я собираюсь говорить три дня и три ночи. На прошлой неделе я проповедовал в Испании. И братья и сестры из Испании шлют вам самое горячее приветствие всем выпускникам, студентам, всем членам церкви здесь в Украине. Примите в буквальном смысле самое сердечное приветствие со всего мира. Из всей Европы, из Канады и Соединенных Штатов. Сегодня утром из Южной Африки, из Непала. И там сегодня церкви молятся как о выпускниках, так и о сотрудниках учебного заведения. Я не знаю, известно ли вам это. Но в этом служении присутствует человек, который имеет важное значение для современной истории Украины. Этого человека зовут доктор Владимир Горбенко. Он был первым человеком в истории Украины, чтобы получить х.д. в теологии через университетский систем в Украине. Вы знаете, что он первый человек в Украине, который получил степень доктора наук в сфере богословия в государственном учебном заведении Украины. Это абсолютно фантастично. Владимир, мы очень гордимся вами. Он баптист. Он из Запорожья. И этот человек делает современную историю. Но пусть вся слава будет Господу. Я имею в виду несколько стихов, которые я хочу поделиться с учебниками и с вами сегодняшнего дня. Сегодня утром мне хотелось бы поделиться как с выпускниками, так и всеми присутствующими несколькими стихами Писания. Первый стих, думаю, известен многим. Он находится во втором послании Тимофею, глава вторая, стих пятнадцатый. Апостол Павел обращается к Тимофею. Он пишет Тимофею следующие слова. Старайся представить себя Богу достойным. Делателем неукоризненным. Тот человек, который преподает Слово Истины правильно и совершенно. Апостол Павел обратился с этими словами не к тому, кто является новичком в служении. Он обратился с этими словами не к тому человеку или не к тем людям, которые вот только-только лишь окончили свою учебу в богословском учебном заведении. Он написал эти слова человеку, который уже активно занимается в служении и уже приобрел определенный опыт служителя. Апостол Павел напоминает ему о его огромной ответственности перед Богом. И сегодня, слава Господу, вы выпускники. Вы закончили свое обучение. Вы прошли свои экзамены. Но я хочу напомнить вам нечто жизненно важное. Ваше изучение Слова Божьего не закончено. Вы должны постоянно продолжать свое изучение Священных Писаний. Старайся представить себя Богу, делателем неукоризненным, человеком достойным, которому нечего было бы стыдиться. Также еще есть несколько слов, которые мне хотелось бы сегодня особенно подчеркнуть. И эти слова мы находим в Послании к Римлянам. Послание к Римлянам, глава 15. И стихи 19 и 20. Апостол Павел обращается к верующим людям с такими словами. Силою знамений и чудес. Силою Духа Божия. Так что благовествование Христова распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Что касается Иллирика, это современная территория, которая находится в современном государстве Албания. И это бывшая территория Югославии. От Иерусалима до Иллирика. Я в полной мере провозглашал Евангелие Иисуса Христа. Это всегда было моей главной целью. Проповедовать Иисуса Христа там, где Его еще не знают. Так, чтобы я строил не на чужом основании, не на том основании, которое создал кто-то другой до меня. Цель апостола Павла состояла в том, чтобы проповедовать Евангелие Иисуса Христа там, где Его имя еще не было известно людям. Его цель состояла не в том, чтобы стать самым великим апостолом. Его цель состояла не в том, чтобы стать самым известным богословом. Его цель состояла не в том, чтобы стать самым красноречивым проповедником в христианском мире. Его цель состояла не в том, чтобы стать знаменитостью среди всех христиан. Нет! Нет и нет. Цель апостола Павла состояла в том, чтобы проповедовать Иисуса Христа там, где о нем еще не знают. И это величайший опыт, это чудесная, замечательная цель, это такой опыт, который ничто не может заменить. Идти туда, где Иисуса Христа еще не знают. И там проповедовать Его Евангелие. Его цель была, чтобы обращаться и разговаривать с теми людьми, которые не видели Библию, не читали Священное Писание, не знают ничего об Иисусе Христе. И вот таким людям он намерен был проповедовать Евангелие. И апостол Павел шел в те места, где Евангелие Иисуса Христа было еще неизвестно. И он проповедовал Евангелие. Он говорил о том, что люди без Бога, без Иисуса Христа погибают в своих грехах. И, возможно, они об этом никогда раньше не слышали. И сам лично он свидетельствует о том, о чем раньше даже не слышал. Великая сила Божия. И новозаветная церковь появлялась и тут, и там. Церкви росли. Как Пол выполнил свое суверенное призвание. Как он совершал свои миссионерские путешествия даже в самые темные в духовном смысле места. Он пришел понять, что он никогда не мог бы понимать,前 его конверсия в Христ. Миссионерских путешествий. Он пришел к пониманию того, чего, о чем даже подумать не мог до своего обращения к Иисусу Христу. Савл из Тарса ранее думал, что он может разрушить церковь Иисуса Христа. Он думал, что он может разрушить, положить конец тому, что начал на земле совершать Иисус Христос. В 8 главе книги Деяния апостолов мы читаем о том, что он брал верующих и вел их на суд. Он шел по дороге в Дамаск. И он готов был работать, чтобы закончить то дело, которое начал Христос на земле. И только лишь на дороге в Дамаск он увидел свет, услышал голос, и жизнь его переменилась навсегда. И вот к чему он пришел, к пониманию чего он пришел. Только теперь он понял, что церковь, которую создал на земле Иисус Христос, разрушить не может ничто. Иисус Христос дал обетование. Я создам церковь мою. Он не строил баптистских церквей. Он не строил деноминационных церквей. Иисус Христос строит Свою церковь. Есть только одна церковь. Существует только один глава церкви. Господь Иисус Христос. Он приобрел эту церковь своей собственной кровью. Он защищает ее своей собственной силой. И Он содержит церковь своим собственным духом. И Иисус Христос ни единого раза не нарушил ни одно из своих обетований. А вы знаете, что Он обещал? И даже до Своей смерти, до Своего воскресения, до Своего вознесения в небеса. Он сказал, что врата ада не одолеют церковь. Слава Господу за это. И Сатана, и силы зла не способны разрушить церковь Иисуса Христа. В западном Непале на прошлой неделе были сожжены до тла четыре церкви. Экстремисты хинду сделали это. Они могут сжигать здания. Послушайте меня, но даже такие люди не способны разрушить церковь, которую создал на земле Иисус Христос. Один посетитель, как-то один путешественник посетил селение, которое находится высоко в горах на территории Турции. И там, высоко в горах, он обнаружил нечто, что произвело на него глубочайшее впечатление. Просто поразило его. В этой отдаленной горной деревушке он обнаружил христианскую церковь. Он встретил там пожилого человека и спросил у него, вы не можете сказать, а когда Евангелие впервые появилось на этой земле? Он был просто поражен услышанным ответом. Вот что сказал тот пожилой человек. Две тысячи лет назад один человек из нашей деревни ходил в Иерусалим. И он слышал человека, которого звали Петр, который проповедовал Евангелие. Он был обращен в христианскую веру и принес это Евангелие в наше селение. И с тех пор у нас есть христианская церковь. Вот эта церковь, которую Христос строит на земле. Это моя церковь. Это ваша церковь. И она неразрушима. У нас есть история. И у нас есть великий ветхий днями Бог. И скоро придет день, когда церковь будет совершена или построена в полной мере. И последний человек на земле обратится к Иисусу Христу. И церковь, совершенная церковь, будет создана вполне. Дорогие выпускники, главная идея этой проповеди состоит в том, и пожелание состоит в том, чтобы каждый из вас был очень и очень целеустремленным человеком. Апостол Павел выражает это желание, эту цель свою в книге «Деяния святых апостолов», 20 глава, стих 24. Мы прочитаем 20 глава, стих 24. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью. Только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса. Дорогие выпускники, сегодня вы выйдете из этого здания, из этих стен и пойдете в мир, разъедетесь. Не прекращайте свою учебу. Не оставляйте позади свое христианское образование. Пусть вашей целью будет являть собой постоянный пример святости для окружающих людей. Не останавливайтесь в вашем обучении, не останавливайтесь в чтении Священного Писания. Будьте прилежными учениками Священного Писания. Пусть вашей постоянной целью будет передавать, благовествовать Слово Божие, независимо от того, каким служением вы будете заниматься. Будете проповедовать из-за кафедры, учить в воскресной школе или лично беседовать с людьми. Пусть вашей целью будет быть таким человеком, который верно преподает истину Божью. Пусть вашей целью будет быть таким человеком, который и других готовит к подобному служению. Пусть вашей целью будет быть смиренным братом, смиренным сестрой и быть человеком молитвы. Потому что без молитвы ваше служение будет бесплодным и бесполезным. Сегодня утром, когда вы спуститесь с этой платформы, в ваших руках будет не только лишь диплом о получении христианского образования. Вы уже обладаете чем-то большим. И я верю, что вы сойдете с этой платформы, обладая прекрасными воспоминаниями. Прекрасными друзьями и чудесными надеждами. Великие мечты, великие желания, великие цели. Пусть вашей целью, братья и сестры, будет совершить все по милости Божьей и для Его славы. Пусть вашей целью будет такая жизнь, которая ни в коей мере не бросит даже тень какого-то стыда на вашего Господа Иисуса Христа. Пусть вашей целью быть такими братьями, такими сестрами, такими служителями, которые прославляют вашего Небесного Отца и Господа Иисуса Христа. Помните это. Для того, чтобы Бог был доволен вами, чтобы служить Господу, вы должны жить перед Богом. Вы должны ходить вместе с Богом согласно Писанию. Но это невозможно, если вы не будете иметь близких взаимоотношений с Богом. И мне хотелось бы в заключении сказать следующее. Я не знаю, сколько вам осталось прожить. Но я точно знаю, когда у вас произойдет день, когда вы умрете. В книге Деяния Святых Апостолов, 13 глава, 36 стих. Там написано о том, что царь Давид совершил свое служение, совершил все, что Бог поручил ему сделать. И он приложился к своему народу. Он умер. The day you die is the day when you have fulfilled God's purpose in your life. That is the moment God will take you home. И в тот день, когда вы закончите ваше служение, выполните все то, что Бог поручил вам сделать, вот этот день и будет днем вашей смерти. Тогда Бог заберет вас к себе. До того дня, пусть вашей целью будет служение Богу. Жить для Его радости, для Его удовольствия. И оставаться верными Ему во всем. И в заключении я скажу последнее. Пусть вашей целью станет следующая цель. Будьте подобными Тимофею. 2 Timothy, chapter 2, 21. Второе послание к Тимофею, 2 глава, стих 21. Будьте полезными своему господину. Запишите на русском языке, на украинском языке эти слова. Запишите их по-украински. Запишите их на ирландском языке, если хотите. Вот что там сказано. Будьте полезными своему господину. Вот это и есть самая важная цель. Пусть это будет вашей целью. Пусть это будет целью всей семинарии. Пусть это будет главной целью всех поместных баптистских церквей Запорожской области. Будьте полезными, благопотребными владыке. Благодарение Господу за такие цели. Будьте целеустремленными для Иисуса Христа. Пусть Бог благословит всех вас. Аминь. Я приглашаю, друзья, дорогие, группу. Она будет петь песнь, в которой есть такие слова. Богу доверяюсь. Богу доверяюсь. Жизнь и путь он направляет. Я Господу веряюсь, моим сердцем управляет. Я каждый час на Бога уповаю. Чтоб не пришло, Ему я доверяю. Тебе веряюсь я. Тебе веряюсь я. Тебе веряюсь я Бог мой, Бог мой, Ты избавитель мой Стал моим оплотом и твердою скалой Бог мой, Бог мой, защита от безгод Моя надежда и все Господь, Господь Бог мой, Бог мой, Ты избавитель мой Стал моим оплотом и твердою скалой Бог мой, Бог мой, защита от безгод Моя надежда и все Господь, Господь Богу доверяюсь, говорит Он, я с тобою Я Господу веряюсь, рядом Он идет со мною Надеюсь, на Него Он избавляет И никогда меня не покидает Тебе веряюсь я Бог мой, Бог мой, Ты избавитель мой Стал моим оплотом и твердою скалой Бог мой, Бог мой, защита от безгод Моя надежда и все Господь, Господь Бог мой, Бог мой, Ты избавитель мой Стал моим оплотом и твердою скалой Бог мой, Бог мой, защита от безгод Моя надежда и все Господь, Господь Богу доверяюсь, по пути ведет земному Я Господу веряюсь, в вечной истине святому Надеюсь, на Него Он путь к отчизне Ему веряю каждый день жизни Тебе веряюсь я Бог мой, Бог мой, Ты избавитель мой Стал моим оплотом и твердою скалой Бог мой, Бог мой, защита от безгод Моя надежда и все Господь, Господь Бог мой, Бог мой, Ты избавитель мой Стал моим оплотом и твердою скалой Бог мой, Бог мой, защита от безгод Моя надежда и все Господь, Господь Бог мой, Бог мой, защита от безгод Бог мой, Бог мой, Ты избавитель мой Стал моим оплотом и твердою скалой Бог мой, Бог мой, защита от безгод Моя надежда и все Господь, Господь Слава Богу Друзья, братья и сестры В четверг, кажется, нет, не в четверг Это был вторник Прошлой неделе у нас было служение И мы готовились к нему И студенты подходят, выпускники говорят Мы хотели бы, чтобы вы служение Это отдали нам У нас есть, что сказать У нас есть, что пожелать У нас есть, что вспомнить Мы отдали служение И, знаете, было очень приятно Видеть то, на чем трудились На чем трудился Господь На чем мы в этом служении Вместе с ним трудились Но сегодня они попросили Дайте нам еще слово Дайте нам сказать Мы хотим сказать признательные слова Для преподавателей Для всех тех, кто причастен к тому Что служение Запорожской библейской семинарии совершается Я, конечно же, не могу не дать слова Поэтому я приглашаю Марущак Алену И Судакову Лидию Для того, чтобы они Сказали слова признательности За то время, которое они провели здесь Для тех Ну, наверное, кто дорог им А мы сейчас об этом узнаем В Библии написано Дорожите временем Ибо дни лукавы И у нас было прекрасное время Обучаться в библейской семинарии Но пришел тот момент Когда это время завершается Не сказать, что это время Прошло незаметно Но, к сожалению, оно прошло Очень быстро Обучаясь в семинарии Мы стали воинами Иисуса Христа И мы выходим в мир Для того, чтобы служить Господу Да, и только Ему слава и благодарность За то, что Он нас нашел Призвал обучаться в библейской семинарии Господь нас проводил через испытания Трудности, болезни Но не оставлял без Своей милости Любви и благословений А также Он призвал наших преподавателей Которые верно долгие годы Обучали студентов истинам Божьим Из этого мы воздаем только Богу славу И мы хотим отметить каждого преподавателя И каждого сотрудника библейской семинарии Мы благодарим семью Мистера и миссис Марк Маки Дегтярева Владимира Алексеевича Горбенко Владимира Ивановича Коновальчука Андрея Михайловича Петрова Эдуарда Петровича Прошака Вадима Валентиновича Белова Максима Викторовича Бакуту Марину Александровну Львова Евгения Олеговича Бирюкова Вадима Викторовича Мистера Сирза И всех преподавателей Которые приезжали к нам из-за рубежа Но которых, к сожалению, с нами нет Также мы хотим благодарить всех наших сотрудников И за их неотъемлемый вклад в семинарию Благодарим Кулешова Виктора Васильевича Стана Вальчук, Светлану Васильевину Калиниченко Евгения Георговича и Нину Николаевну Шматко Лилию Николаевну Савченко Сергея Ивановича Ногина Александра Александровича А также наших поваров и дежурных Спасибо вам за ваш вклад Мы будем помнить и молиться о вас Благодарим сердечно наших вкладателей За то, что они не только учили нас Но были примером для подражания И как написано в Библии Поминайте наставников ваших Которые проповедовали вам Слово Божие И взирая на кончину их жизни Подражайте вере их Аминь Слава Богу Спасибо, дорогие друзья Спасибо вам за такие слова Добрые, хорошие Мы молимся о вас И мы просим продолжайте молиться О служении Запорожского библейской семинарии Пусть Бог благословляет каждого из нас На тех местах, куда Он призывает нас Ну а теперь пришло время Для того, чтобы Выпускники получили То долгожданное Для чего они трудились И к чему они шли О чем они мечтали Но начнем мы с вручения похвальных грамот И для этого я приглашаю Академического декана Запорожско-библейской семинарии Доктора Горбенко Владимира Ивановича Запорожско-библейская семинария Обучает на двух академических уровнях Это бакалавр и магистр церковного служения И сегодня мы хотим Поздравить, конечно же, всех наших выпускников Которые выпускаются С дипломами или со степенью бакалавра В этом году у нас нет выпускников с магистратуры И поздравляю вас Хотел бы еще сказать, что мы ожидаем гораздо большего Чем то, что вы получите дипломы Получите грамоты Мы ожидаем то, что вы будете понимать Что вы люди с миссией Вы люди с инструментами хорошими Чтобы действительно исполнять дело Которое поручено вам Господом И которое ожидает от вас церкви Куда вы возвращаетесь Поэтому хотим поздравить вас И прежде чем будут выданы дипломы Мы хотим отметить особенно двух человек Которые оказали особенное старание И в академическом плане И в плане посещаемости занятий И здесь я хотел бы пригласить два человека И первая похвальная грамота Выдается за отличную учебу И ей награждается горбатых Анастасия Олеговна Я хотел бы вручить эту грамоту И вторая грамота Похвальная грамота За отличную посещаемость Награждается Дунаенко Юлия Владимировна Тоже хотел бы пригласить ее Поздравляю вас Благодарю вас И Юлия Владимировна Награждается двумя похвальными грамотами За отличную учебу И за отличную посещаемость Ну а теперь я хотел бы попросить Чтобы все приготовились к тому Чтобы была торжественная процессия Вручения дипломов Для этого я приглашаю Ректора Запорожского библейской семинарии Доктора Дегтярева Владимира Алексеевича Для этого я приглашаю Председателя попечительского совета Запорожской библейской семинарии Доктора Марка Маки И старшего пресс-витера Запорожского объединения церквей Евангельских христиан-баптистов Доктора Митленко Павла Петровича Все студенты, которые получают дипломы Вы знаете процедуру Поэтому, не ошибаясь Не спеша Проходим этот процесс Для получения диплома Об успешном окончании программы Христианское образование Приглашается Кузичкин Сергей Валерьевич Церковь по улице Молочная, 43 Для получения диплома Об успешном окончании программы Христианское образование Приглашается Судакова Лидия Владимировна Церковь ПГТ Тепличный Поселка Тепличный Для получения диплома Об успешном окончании программы Христианское образование Приглашается Ушакова Ольга Леонидовна Церковь Южная церковь Для получения диплома Об успешном окончании программы Христианское образование Приглашается Головань Наталья Викторовна Церковь Села Любимовка Михайловского района Для получения диплома Об успешном окончании программы Христианское образование Приглашается Калюжная Светлана Викторовна Церковь Села Чапаевка Пологовского района Для получения диплома Об успешном окончании программы Церковное служение Приглашается Иванченко Данил Витальевич Церковь Южная церковь Для получения диплома Об успешном окончании программы Церковное служение Приглашается Шумаков Алексей Викторович Церковь села Каменского Для получения диплома об успешном окончании программы «Церковное служение» Приглашается Чуприна Павел Леонидович Церковь Рождества Христова по улице Таврическая, 73А Для получения диплома об успешном окончании программы Бакалавр христианского образования Приглашается Горбатых Анастасия Олеговна Церковь города Ленгер, Казахстан Для получения диплома об успешном окончании программы Бакалавр христианского образования Приглашается Камышева Анастасия Владимировна Первая церковь Мелитополя Для получения диплома об успешном окончании программы Бакалавр христианского образования Приглашается Марущак Алена Александровна Церковь по улице Грушевского, 219 Для получения диплома об успешном окончании программы Бакалавр христианского образования приглашается Тошина Ирина Алексеевна, 1-я Мелитопольская церковь. Для получения диплома об окончании программы бакалавр церковного служения приглашается Аксенов Роман Валерьевич, церковь села Пятихатки. Для получения диплома об успешном окончании программы бакалавр церковного служения приглашается Нестеров Андрей Владимирович, пастор церкви города Приморска. Для получения диплома об успешном окончании программы бакалавр церковного служения приглашается Шувалова Лариса Анатольевна, церковь Спасителя Христа по улице Чумаченко. Для получения диплома об успешном окончании программы бакалавр церковного служения приглашается Булда Александр Сергеевич, церковь поселка Мелиоративный, Днепропетровская область. Для получения диплома об успешном окончании программы бакалавр богословия приглашается Дунаенко Юлия Владимировна, церковь села Видножино. Для получения диплома об успешном окончании программы бакалавр в богословии приглашается Коновальчук Владимир Андреевич, Южная Церковь. Похвальные грамоты вручены, дипломы вручены. И казалось бы, ну что, уже пора, пора выходить, пора бежать. Но мы понимаем снова и снова, осознавая, что Божье присутствие и Божье благословение нам необходимо. Поэтому, друзья дорогие, сейчас будет особенное время. Время, когда мы будем обращаться к нашему Господу, благословляющему и милующему, для того, чтобы он взял свои руки, как и по обетованию своему, своих детей, и в том сложном, благословенном труде вел, благословлял, направлял, хранил, чтобы они понимали, что вот это, это только начало. Начало служения, начало совершения Божьего дела. Для молитвы благословения я приглашаю старшего пресвитера Запорожского объединения церквей евангельских христиан-баптистов доктора Митленко Павла Петровича. Друзья, дорогие, особый момент, я уверен, что этот момент запомнится, и вручение дипломов, и торжественность этой обстановки, этого момента. Но, друзья, дорогие, сейчас предстоит наиболее важная часть – это молитва. Молитва о благословении, молитва о том, чтобы Господь продолжил свою работу, продолжил свое дело. И, как я в поздравлительной части говорил, что Христос – учитель. Друзья, дорогие, продолжайте вашу учебу. Целый ряд дисциплин, которые только Христос может научить. В колледже, в семинарии, вот, нету такой дисциплины, чтобы учить студентов любить. Нету такого курса смирения. Нету курса кротости. А это так необходимо. Это только Христос может научить этим дисциплинам, этому порядку. И мы сегодня, эта обстановка напоминает тот момент, когда апостол Павел, он шел, вот, посещая церкви, и знает то, что он уже больше никогда не сможет их посещать. Дух Святой открывал ему, что это последнее его посещение. И в 20-й главе День Апостола описывается, как он прощался с пресвятерами Ефеса. Вот, как он пригласил их и торопился попасть в Иерусалим к праздникам. И вот там на берегу встреча состоялась. И он произнес слова удивительные, которые мы часто читаем перед молитвой и благословением наших студентов. Я прочту, и это будет 20-я глава, с 31-го стиха и ниже. «Посему бодрствуйте, помятуя, что я три года, день и ночь, непрестанно со слезами, учил каждый из вас. И ныне предаю вас, братья Богу, и Слову благодати Его, могущему назидать вас более, и дать вам наследие со всеми освященными. Я учил, я наставлял, я преподавал, но теперь предаю вас благодати Божьей». Друзья, дорогие, благодать произошла через Иисуса Христа. Это благодать научающая. И пусть эта благодать продолжит учить вас. И чтобы вы могли тоже передать эту благодать там, где вы будете трудиться, там, где вы будете, тот багаж, который вы получили, но чтобы все это было с благодатью, с Господом, силою Его, благословением Его. Друзья, дорогие, наша вся жизнь – это учеба, учеба, учеба. Пусть Бог благословит вас. И сейчас я приглашаю всех пресвитеров, рукоположенные пресвитеры. Давайте мы выйдем сюда вот наперед. Пожалуйста, пройдите, и мы совершим молитву благословения над выпускниками нашей семинарии. Пожалуйста, все рукоположенные пресвитеры, пожалуйста, пройдите сюда. Друзья, мы совершим молитву с поднятием рук, с благословения. И вслух помолятся, я попрошу помолиться, вот, Винсента, доктора Марка Маки. Я попрошу Владимира Алексеевича помолиться. И также я помолюсь тоже. Будем молиться, молимся. Милостивый Отец Небесный, мы молим Тебя о том, чтобы Ты могущественным образом благословил наших выпускников, так, чтобы они ходили во свете и получили Твою силу свыше. Когда они оставляют это учебное заведение, пусть они ходят перед Тобой, вместе с Тобою, и идут в те места, где Евангелие Иисуса Христа никогда еще не было проповедано. Молю Тебя о том, чтобы Ты ободрил и дарвал Твою радость каждому выпускнику, чтобы у них были соответственные цели быть благополезными Владыке. Покрой этих выпускников кроме Агнуса. Наполни их полной мере Святым Духом. И используй каждого из них, Господи, для Твоей славы. Амин. Амин. Милостивые, Отечественные, мы просим Тебя о том, чтобы Ты благословил всех наших выпускников. Ты помогал им во время их учебы. Ты учил их, как жить. И сейчас я молю Тебя о том, чтобы каждый из них был живым свидетелем для Тебя. Так, чтобы люди, которые будут вокруг них, видели Иисуса Христа в каждом из них. И помоги, Господи, учиться им не просто, какими им быть, но всегда помнить, кому они служат. Потому что, если мы знаем, кто такой Иисус Христос и кому мы служим, то мы знаем, как жить. Благослови каждого из них. Молю Тебя во имя Иисуса Христа. Амин. Отец Небесный, в этот особый, радостный, торжественный день, мы при тобой прицелимы с особой благодарностью, что много Господь имел милость Твою, верность Твою по отношению к каждому из нас, по отношению к нашему учебному заведению. Если бы мы благодарны тебе за наши братья и сестеры, которые заканчивают их годы обучения здесь, мы благодарны за то решение, которое они никогда приняли, последовать за тобой, посвятить свою жизнь на служение тебе, прийти сюда, учиться, иди в Рассказе, просим тебя, чтобы ты была в своей дальнейшей родной их жизни. И личные вопросы, и вопросы жизни, работы, и особенно вопросы служения, там, где ты поставишь помнёс, хоть верно совершить, делать верное Тобой, чтобы в их жизни, в их служении, ты был прославлен, наш Господь и Бог. Аминь. Боже, велосипедный Господь наш, мы благодарны Тебе за этот наш момент, мы благодарны Тебе за эти заботы, которые провели друзья наши в семинаре, мы благодарны Тебе за те курсы, которые они прошли, за те знания, которыми они обогатились, и теперь, когда им предстоит отправляться в те сёла, в те города, в те церкви, в те ядерства, в которых они будут совершать служение, Господь наш, мы веряем, все церкви в руки Твои, пойди ты с ними, благослови, благослови каждого брата, благослови каждую сестру, в том деле, в том служении, которое они смогут совершать, и дай Господь, чтобы их учёба не остановилась, чтобы они были бы приличными учениками в Твоей школе, только Ты можешь дать Тебе качества, только Ты можешь научить тем совершенствам, без которых христианство так влетло и так жалко. Господь наш, употреби каждого из них, поддержи, и дальше, в тот день, когда Ты будешь церкви Твою восхищать, никто бы не остался, но все бы предстали со всеми искупленными к простелу благодати Твоей. Боже наш, каждый день, в Тебе сильные, отцовские, пастырские руки Тебя славим и величаем, Бог наш. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, дорогие выпускники, я знаю, что со временем всё будет вспоминаться, что вы учили, я не буду, не то, что там вспоминаться, но вы будете отчасти вспоминать прекрасные моменты, нужные, важные моменты, вы будете вспоминать всё, что сегодня говорилось, вы будете вспоминать прекрасное время. Друзья, самое важное, никогда не забывайте Иисуса Христа, который поистину есть жизнь ваша. Если даже что-то где-то, помните, Он рядом, Он вас вновь ведёт. Братья и сестры, мы будем отпускать друзей уже на практическое служение и торжественную академическую церемонию снова восклавить председатель Совета Попечителей Запорожско-Берлевских семинариев доктор Марк Маки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok